Всем привет! В прошлом видео я делал все сам. Теперь пришло время свалить всю работу на кого-то мелкого. Привет! Нет, что-то не то должна вам рассказать. Итак, в прошлом видео Марк рассказывал вам и показывал, как... Короче, рассказывал вам, как правильно срисовывать с простых картинок, а не тупо обводить. Раз я пришла на этот уровень, то тут явно будет все куда серьезнее, а именно мы поговорим о законах перспективы и построении света тени. Для начала нарисуем куб на тетрадном листе, как все привыкли это делать. Покажем нижнюю плоскость, при этом все линии остаются параллельны. Теперь дорисуем боковые грани и верхнюю плоскость. Наш куб готов, но он без учета пространственной перспективы и все его грани параллельны. А что же такое перспектива? Давайте заглянем в Википедию. Просто не надо. Перспектива — это техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями читаний формы и светоделевых отношений, которые наблюдаются внутри. Ну нафиг эту Википедию, давайте посмотрим на примере. Как мы видим, верхняя и нижняя линия дома наклонена, причем таким образом, что они сходятся на горизонте, при этом боковые линии тоже сходятся сверху. Но это не так явно видно, потому что мы стоим не очень близко к дому. Вот кубик, вырезанный из бумаги. Его боковые и верхние грани кажутся нам параллельными лишь тогда, когда мы смотрим прямо на одну из его поверхностей. В остальных случаях его грани всегда сходятся на горизонте либо далеко вверху или снизу. Теперь нарисуем другой куб уже с учетом пространственной перспективы. Сперва обозначим точку, где будут сходиться все грани. Затем нарисуем переднюю границу нижней плоскости и проведем к ней линии из точки схождения. На этих линиях будут располагаться боковые границы нижней плоскости. Теперь из углов нижней плоскости проведем вертикальные линии, они будут границами боковых плоскостей куба. Сразу соединим их верхушки линиями, также сходящимися в точки на горизонте. Обратите внимание, насколько лицевая плоскость больше параллельная ей задней плоскости. Этот эффект пространственной перспективы всегда даст нам понять, какая плоскость ближе, а какая дальше. Затем мы отложим тетрадный лист и возьмем альбомный. На нем мы построим куб, но уже используя знания о пространственной перспективе в полной мере. Укажем две точки на горизонте, в которых будут сходиться грани куба, и построим его аналогично с предыдущим. Ни в коем случае не забывайте о том, что все грани должны сходиться в точках на горизонте, кроме случая, когда мы смотрим на одну из плоскостей куба непосредственно прямо. Этот кубик не выглядит таким уж и объемным, давай добавим к нему воздушную перспективу? Ну давай! Лучший способ показать воздушную перспективу, конечно же, на примере гор. Вот мы видим передний план, он более четкий, насыщенный подсветом, чем средний и дальний. Применим полученные знания о воздушной перспективе на следующем нашем кубе. Аналогично встроим куб, учитывая пространственную перспективу, но тонкими легкими линиями. Теперь выделим более четко близкие к нам грани и оставим светлыми самые дальние. А на средних гранях покажем плавный переход. Этот эффект лучше показывает расположение грани в пространстве. Повторим это на еще одном кубе. Сейчас мы можем с уверенностью переходить к построению света и тени на нашем кубе. Для этого мы воспользуемся лампой, чтобы посмотреть с какой интенсивностью будет посвечиваться крайний кубок. Свет может падать сверху, сбоку, сзади и спереди. Теперь попробуем нарисовать маленькие кубики в трех этих вариантах. Рисуем их аналогично предыдущим. Теперь покажем стрелкой источник света, которая светит верхнюю боковую плоскость куба. При этом передняя будет затемнена. Покажем это аккуратными ровными линиями, нарисованными в одном направлении. Второй куб осветим сзади и покажем, что верхняя плоскость чуть-чуть затемнилась, а передняя совсем темная. Третий куб осветим сверху и уведем в тень все боковые плоскости. А четвертый осветим сбоку, при этом передняя и верхняя плоскость будут темными. Вот такие кубики у нас получились. Теперь, когда вы научились простраивать кубы, используя законы перспективы и основы света тени, потренируйтесь сделать это самостоятельно и обязательно выкладывайте результаты в наши любимые группы ВКонтакте и в Гугл+. На следующих уровнях мы рассмотрим более сложные фигуры и попробуем сделать первый наброс. Если вам интересно, присоединяйтесь. Всем пока! Игорь Сgadoан. Кошка. Ха-ха-ха-ха! Морг. Давай. А ну меня взямуты как זую. Теперь, когда мы научились простраивать что-то со светотенью и границы. Вот как ты рисовать. Теперь когда вы научились простраивать куб. Ты чё?